Посвятим вечер проблемам восстановления исторического ландшафтки на территории музея и заповедника. Это уникальный опыт, не имеющийся ни у кого, ни в российской мировой партии. Основные вопросы, которые мне хотелось бы сегодня осветить нашу лекцию, это первое, исторический ландшафт Куликового поля, то есть когда формировался, как формировался, как он, что из себя представляет как ландшафт, подходы и методы реконструкции исторического ландшафта, то есть какими методами, как мы узнали о том, как выглядел ландшафт во время Куликовской битвы, каким он был до Куликовской битвы, каким он был после. И третье, ну кратко остановиться на вопросах по проводимым экспериментам по восстановлению исторического ландшафта, поскольку эта тема будет еще развернута на наших дальнейших лекциях, посвященная прежде всего степенам сообщества. Что мы подразумеваем, когда проводим свои работы по восстановлению исторического ландшафта? Это три таких крупных блока научных, научно-практических проблем, задач, аспектов. Первое, это реконструкция исторического ландшафта на 14 лет. Вот это как бы своеобразное создание такой теоретической модели. Наше представление о том, как этот ландшафт выглядит, поскольку он утрачен и вернуть его, это большая проблема. Следующее, это изучение современного состояния ландшафта, поскольку именно на компоненты современного ландшафта мы можем опираться, проводя наши различные палеогеографические реконструкции. Ну и такой большой блок практических и научно-практических задач, связанных со созданием этого внешнего облика, ну, по мере возможности. Как это возможно сделать в современных климатических условиях. Боле у нас располагается, согласно современной схеме распределения природных зон, это зона так называемой лесостепи. Ну, у нас на территории нашей области, у нас территория Куликово поле в юго-восточной части области располагается, это зона, так сказать, уже северной лесостепи. Все, что лежит южнее и юго-восточной засеченной черты, относится уже к зоне лесостепных ландшафт. Северные и северные районы нашей области, это типично зона свежей широковистренных лесов. Ну, вот, так сказать, вот здесь вот есть небольшая резка у меня, которая показывает более приближенную нашу территорию, то есть это северная оконечность лесостепной зоны. Ну, и дальше у нас сейчас пойдут просто виды, что из себя представляет лесостепной ландшафт. Ну, по названию мы с вами можем судить, да, лесостепи. Это причинливое, неоднозначное сочетание лесных и степных сообществ. Существует такая общегеографическое представление о лесостепи. Чаще всего степные участки встречаются на открытых обширных и пологих водоразделах. Лесные участки приурочены, посажены на склоны палок, на долины рек и так далее. Ну, так сказать, при... Хотя, в общем-то, картина более многообразны, чем можно ее себе вот таким простым образом описать. Ну, дальше вот сейчас просто пойду в картиночке мы с вами посмотрим эти ландшафты. Ну, вот мы видим обширные, обширные степные ландшафты, обширные степные территории в балках леса с обилием, только встречающиеся только в лесостепи кустарником, заросли кустарников. Вот здесь вот картинка своеобразной наборной Дубравы, только характерны тоже только для лесостепных и лесостепных зон. Ну, это небольшое лирическое отступление. Дальше. Теперь мы рассмотрим сегодня вопрос, когда же и как образовался лесостепной ландшафт на нашей территории. После отступления последнего ледника, была балдайско-ледниковая эпоха, и после отступления дозапереглициальных ландшафтов этого времени начинается формирование типичного лесостепного ландшафта. Типичного лесостепного ландшафта. Но, к сожалению, почему-то не все картинки рассматриваются. Вот здесь вот проходчик. Третья картинка. Тут у нас, к сожалению, не только. Ну, тут тоже ничего не могу сказать. Ну, вот. Итак, после отступления ледника начинает формироваться. Естественно, если говорить о формировании ландшафта, это эволюция. Это какой-то длительный природный процесс. Он растянут на многие века и тысячелетия в истории. Дальше у нас понятно. Большое влияние на формирование ландшафта в лесостепной зоне оказывал, издревле оказывал человек. Ну, вот мы можем увидеть наши, здесь представлены картинки нашей территории, территории Верховья Дона, где встречаются памятники неолитического времени, памятники Железного века, ну, вот, так сказать, и раннеславянства. Ну, вот здесь вот, я вот, можно сразу скажу, здесь была карта, да, карта русских дня, северо-восточной Руси в конце 13-го, начале 14-го века. Почему-то она, как не знаю, презентация не идет. Ну, и показано, место расположения в Куликовом поле. Именно в древнерусский период начинается один из главных и, так называемый, массовый этап освоения этой территории. Там памятники Железного века, памятники неолитического века, каменного века, имеют небольшие, так сказать, небольшие, занимают небольшие территории и вряд ли оказывали какое-то, население этого времени вряд ли оказывало какое-то влияние на ландшафт, поскольку, ну, по большей части, приспосабливалось к нему и не занималось его трансформацией, изменением, а там, собирательством и так далее. То есть не было развито ни земледелие, ни скотоводство в таких масштабах, чтобы оказывать влияние на ландшафт. Вот этап древнерусского освоения древнерусского освоения оставляет свои следы на территории Куликово поле. И сейчас мы можем встретить эти следы в виде гнезд археологических памятников. И если говорить о ландшафте, гнезд этих памятников окружены территориями, где исследователи ясно находят следы старопахотных горизонт. Ну, поскольку, как мы с вами можем увидеть, это приграничная, вот около черной этой границы, территория Куликово поле, расплавленная приграничная территория, и какие-то изменения, внутриколитические изменения в русских княжествах, в Золотой Орде, вели к пульсации и достаточно интенсивное движение населения на этой территории. Вот до, фактически за несколько десятилетий до начала битвы, до начала битвы, древнерусское население покидает эту территорию. Поскольку здесь становится жить небезопасно, территория покидает и следы археологических памятников, гнезд древнерусских поселений, они постепенно стираются. Ну, и таким образом, перед началом Куликовской битвы, перед началом Куликовской битвы, мы с вами можем увидеть, что вот эти очаги древнего земледелия, реконструированные по старопахотным горизонтам, они, собственно говоря, исчезают фактически полностью и восстанавливается природный лесостепной лошад. Природа достаточно быстро залечивает свои раны, зарастают балки, долины рек, зарастают лесами, дубравами прежде всего, степные участки возвращаются на водораздельные пространства. Ну, так вот, именно здесь, именно здесь, 8 сентября 1380 года, в условиях уже установленного лесостепного ландшафта, поэтому чаще всего в своих публикациях, если мы публикуемся, мы пишем не только исторический ландшафт, там восстановление или реконструкция исторического ландшафта, добавляем еще сюда термин природно-исторический, потому что на самом деле сражение происходило уже на фоне, ну, хоть и трансформированного в определенный период, но тем не менее естественного лесостепного ландшафта. Ну, вот здесь вот произошло знаменитое Полиповское сражение, на одном из крупных водоразделий ограниченный рек Смолкой, непрятный домом Курцоры. Следующий период, следующий период массового освоения территории Полипового поля тоже был нескорый, еще более 250 лет население не хотело возвращаться сюда, селиться и, так сказать, использовать вполне себе благоприятный для проживания ландшафт. Ну, поскольку, опять же, территория еще долгое время после Куликовской битвы оставалась небезопасной для проживания. Считается, что, так сказать, этапом массового освоения, следующим этапом массового освоения территории Куликового поля называют конец 17-го, начало 18-го века, так сказать, чтобы заселить эту территорию государство иногда идет на беспрецедентные меры, это, так сказать, раздача земель, мелкопоместная раздача земель казакам, это, так сказать, приключение церквей для освоения этой территории, но, тем не менее, только после создания белгородской засечной черты, так сказать, эта территория становится более-менее безопасной и население здесь, так сказать, начинает оселиться и массово осваивать ландшафт. Ну, и, таким образом, за следующие 300-350 лет, 350 лет, массовое освоение территории приводит к тому, что полностью уничтожается и есть, ну, как бы, внешний облик и структура естественного лесостепного ландшафта. Все более-менее приводные пологие склоны, водоразделов, балок, речных долей, все это распахивается. Лес является большим дефицитом, его тоже вырубают и, так сказать, ну, понятно, используют для строительства и для бытовых нужд, и для промышленности в определенных берегах. Ну, так сказать, вот мы получаем в итоге, когда сюда в 80-м году приходят сотрудники государственного исторического музея, они, так сказать, ну, видят то, что, так сказать, от ландшафта, все же спрашивают, где место сражения, от ландшафта того времени, на который можно было бы показать пальцем и сказать, вот здесь вот есть место сражения, ну, невозможно было показать людям, показать. Поэтому, когда сначала приходят сотрудники государственного исторического музея, они, собственно при себе на помощь приглашают сотрудников института географии, которые обладают широким спектром палеогеографических методов, которые могли бы, ну, реконструировать природную обстановку времени Поляковского сражения. Но поначалу была и чисто практическая такая задача, во сколько необходимо было искать артефакты, связанные с местным сражением. Та обширная территория, то, что мы подразумеваем в Куликовом поле, ну, предусматривала работу, наверное, не на сотни, а на несколько сотен лет, используя те методы, так сказать, поиска металлоискателей, с помощью металлоискателей, которым мы и сейчас занимаемся поисками битвы. Поэтому, так сказать, природоведы должны были исключить лесные территории на Куликовом поле из районов поисков. Понятно, что битва в лесах не могла происходить. Ну, и так, методы и подходы реконструкции исторического ландшафта. Ну, поскольку леса сведены, степи распаханы, никаких следов естественных лесостепных ландшафтов невозможно отыскать. На карте, например, 1925 года, это был период максимального освоения этой территории, не существует ни одного лесного массива во всей округе. То есть, облесенность территории составляла 0%. Уже значительно позже, в советские времена, были проведены работы по воссозданию лесной растительности. Ну, естественно, никто никаких реконструкций исторической обстановки не производил. Леса сажались либо для полей, которые имели в себе вполне практическое назначение. Это защита полей от сухобеев, проведения снегозадержания и так далее. То есть, это были посажены все лесные массивы, которые мы имеем на сегодняшний момент на поле, были посажены, так сказать, в сороковые и пятидесятые годы лесные посадки. Так вот, единственным компонентом, на который могли бы опираться исследователи при реконструкции природной среды, это были почвы. Вот. И с 1980 года, год празднования 600-летия, сюда приходит целый, так сказать, штат сотрудников Государственного и исторического музея. Естественно, научные направленности палеоботаники и ботаники, и палеогеографы, и другие палеозоологи, и начинаются крупномасштабные комплексные исследования вместе с археологами и этой территорией для того, чтобы реконструировать природную остановку в районе Куликово поле. Ну, так сказать, почвенные исследования, почвенные исследования, здесь мы с вами можем увидеть, что я из себя представляю, это изучение свойств почвы. Потому что почва, в отличие, так сказать, от биогенных компонентов, достаточно долго хранят в себе следы утраченных и сведенных сверху лесных, простите, естественных ландшафт. Ну и вот, вы увидите, пошли и на месте сражения, особенно, все остальные прилегающие территории, более в мелком масштабе, картографированы. Но, тем не менее, что из себя представляет почвенный шевр, мы с вами можем посмотреть. Это своеобразная яма со яма со средними размерами глубиной от 70 сантиметров до двух метров и более, ну длиной метр, два с половиной метра тоже в зависимости от того профиля, который открывается перед исследованием, ну шириной приблизительно около метра. Делаются ступеньки, и следователь туда спускается вниз в эту яму, обязательно с этой повешенной верной ленты, потому что описание дается по генетическим почвенным горизонтам. Ну вот, за время, с 80-го года было вот заложено, описано и получены материалы для аналитических исследований более чем 500 таких почвенных шуфов. То есть огромная работа, огромная работа была проделана. Ну и что же, когда стали изучать почвенный попров, что же, собственно говоря, такой же получился результат? Ну вот, поскольку территория поля это лесостепь, да, как бы такой сочетает себе лесные и степные ландшафты, соответственно, и здесь встречаются и два так называемых зональных типов почв, то есть почвы характерны только для данной природной зоны. Ну и поскольку лесостепь это два природных растительных сообщества, то и почва здесь тоже зональных типов два. Это черноземные и серые лесные почвы. Ну вот у вас картиночка, когда мы ходим по поверхности, мы ничего не видим, естественно, разницы между ними, если миринами открывается почвенный разрез, это разница, это собственно, и разница между ними очевидна. Ну вот мы, кстати, к линии поверхности горизонта быстро пойдем в параллелы, посмотрим, чем они отличаются. Ну вот у них есть такой, так называемый, аккумулятивный горизонт в почве, где накапливаются и перерабатываются минеральные и биогенные компоненты почвы. Он так называется. Он есть и в серой лесной почве, он есть и в черноземной почве. Естественно, в черноземной почве он значительно мощнее. Недаром черноземы славятся своими, так сказать, качествами почвенными, особенно по дороге. Затем, если говорить о типичном черноземном горизонт, то есть это то, куда поступает тот горизонт, до которого распространяется почвообразовательный процесс. Ниже подстилает материнская почвенная порода, и вот между этими двумя горизонтами разворачивается процесс почвообразования. Ну вот в черноземах выделяется еще несколько таких вот переходных горизонтов, вот вы видите, они А, Б, Б, А называются в зависимости от того, каких свойств выше лежащего или ниже лежащего горизонта здесь можно определить. Ну, в серых лесных почвах посложнее и посложнее. Здесь выделяется так называемый еще горизонт вмывания. Ну понятно, под лесом образуется лесная подстилка, которая образуется, она обладает большей кислотностью, чем, допустим, степное сообщество и степной войны, которые образуются. Ну, эти, вот эта более кислая среда, которая вниз движется по почвенному горизонту, она отмывает, в кавычках мы возьмем это слово, вот эти минеральные субстрат почвы. И поэтому они, так сказать, приобретают вот такой белесоватый оттенок. На определенном горизонте, это вот отмытые эти частички почвы, они скапливаются, образуют так называемый горизонт вмывания. Этот горизонт встречается только вот в лесных почвах. Встречается в лесных почвах. Ну, также есть горизонт В, и система переходных горизонтов, система переходных горизонтов. Ну, вот таким образом, разницу вы между этими почвами увидели, чтобы, так сказать, понять, что действительно можно реконструировать природную обстановку региона, так сказать, вот описывая почву. Ну, помимо горизонтов, которые, так сказать, описываются, фиксируются, есть еще такие особенности в строении в строении самих, в самой почвенной массы. Ну, вот мы с вами можем, если посмотрим на, допустим, профи чернозема, то мы с вами узнаем, что, во-первых, ну, понятно, это более аккумулятивный горизонт, его максимально окрашен в темный цвет. Там максимально возможное вообще в почвах содержание гуминовых кислот. Вот гуминовые кислоты, они придают, собственно говоря, вот почвы такой темный цвет. Вот, на картиночках вы можете увидеть, что чернозем очень хорошо протурбирован, то есть масса, так сказать, ходов червей и других инсекомых живущих в почве, которые, это тоже, так сказать, вот это своеобразие черноземных почв, которые, ну, делают его максимально благоприятным по качеству, по качеству надородия и с воздухом, потому что он максимально снабжается воздухом. Ну, вот так внизу видите кортовина, которая на горизонтах встречается. Здесь же содержится, вот на одной из картиночек, если просто, ну, может быть, вам не очень хорошо видно, здесь содержится, так называемый, в нижних частях профиля содержится, так называемый псевдомицелий. Ну, мицелий, потому что похож на огребномицелий, а псевдомицелий, ну, потому что это не огребномицелий. Действительно, такие мелкие, как бы, нити, так сказать, окрашенные белым цветом, это так называемый карбонатом псевдомицелий. Дело в том, что черноземы в основном образуются на карбонатах, и у нас подстилающей почвенной породой являются покровные сублинки. Сублинки, они чаще всего окарбоначены, потому что ниже покровных сублинков у нас лежат известняки, вот, которые, собственно говоря, и подтягивают карбонаты поверхности, поверхности, дневной поверхности различными почвенными процессами. И вот в порах почвенных частиц эти карбонаты скапливаются в виде вот таких вот нитей. Ну, это тоже, так, своеобразная особенность вот этого наличия псевдомицелия говорит о том, что здесь в черноземах преобладают, потому что в почвах, ну, сверху падают осадки, ниже, так сказать, в нижних частях почвы действуют грунтовые воды, и эти почвенные растворы движутся не только, так сказать, вдоль линии горизонта, но и сверху вниз. Поэтому, поэтому, если вот мы с вами смотрим, как мы на чернозем и видим карбонат на все цели, этот карбонат нас может, не может прийти с осадками, не может, он прийти только, может прийти с нижней слоем. Значит, о чем это бывает? О том, что здесь преобладают восходящие, ну, подопочвы, это, сказать, черноземы, это почва более сухих климатических условий, поэтому здесь испарение, особенно в летний сезон, значительно выше, чем попадание осадков сверху. Поэтому преобладают восходящие движения почвенных растворов, они подтягивают карбонат, содержащую воду, вот, ближе к поверхности. Совершенно иной процесс серых лесных почв, вот этот вот белесоватый горизонт, который мы с вами видим, я рассказала, почему он образовывается. И вот на нижних картинках, вы видите, называют еще, есть такой термин, кутан, это такие пленочки шоколадные, которые образуются на почвенных, так сказать, на кусочках почвы. Это так называемые глинистые натеки. Например, в серых лесных почвах, да и в лесных почвах, наоборот, преобладает движение почвенных растворов вниз по профилю, ну, потому что леса все-таки предпочитают селиться на более увлажненных условиях, в более увлажненных условиях. Эти нисходящие токи воздуха и намывают эти глиняные частицы, эти шоколадные пленки на грани почвенных отдельностей. Ну, там, где, допустим, в пойме, там, где отложения и, так сказать, очень мощные, могут достигать 6-8 метров, естественно, выкопать такие почвенные шурсы не представляется возможно, но, так сказать, вот используется бурение и отбор, уже, так сказать, этих отложений с помощью буровой машины. Ну, так сказать, дальше. Описывается морфологическое строение почвы, уже понятно, что из себя представляла территория там, где располагались ареалы выделенных почв. Значит, что же теперь? Какова же была растительность той или иной территории? Тоже находят этот ответ исследователи почвы, поскольку, когда происходит описание почвенного разреза, обязательно из каждого горизонта происходит отбор почвенных образцов. Для того, затем их отправляют в лаборатории для, например, изучение спор пыльцы, содержание спора пыльцы в каждом образце. Ну, так сказать, вот они, естественно, изучаются, эти исследователи изучают эти спектры. Ну, спор пыльца хорошо, хорошо, но, так сказать, она дает вообще достаточно широкую картину распространения того или иного ландшафта на значительной, на большой территории, поскольку обладает повышенной летучностью. Налететь может чего угодно и откуда угодно. Вот тогда на помощь был изобретен еще один метод, полученный, новый, который называется фитолитный или биолитный анализ. Это в растениях, в растениях жидкости, которые наполняют клетки, они содержат так называемый аморфный кремнизим. И этот аморфный кремнизим, когда клетка уже отмирает, он накапливается в растениях и потом образует своеобразное такое вот сочетание для каждого типа растений, свое. Ну и поэтому, так сказать, и чем это хорошо, потому что это те растения, которые существовали на этой территории. Они не прилетели, потому что фитолиты они не налетают. Они хранятся именно вот, так сказать, инсита, что называется, то есть на этой территории и только здесь, взятых с этой территории. Ну, то есть они дают такую корректировку скороплицевому анализу, скороплицевому анализу. Еще, то есть изучение, изучаются семена, изучаются семена растений, потому что это тоже очень важно, чтобы отличить степень антропогенной трансформации той или иной территории, чтобы понять, какова была антропогенная антропогенная трансформация в тот или иной период по наличию, допустим, семян злаковых и диких растений, диких растений. Ну, так сказать, помимо того, что это надо собрать, надо понять, к какому возрасту относятся эти собранные этот материал. Ну, поэтому широко используется радио или анализ, ну, здесь вот вы видите установку для поручения, он очень дорогой, поэтому, имеется в виду финансово очень дорогой, поэтому его проводят только, ну, на очень четко отобранных, хорошо подготовленных и очень значимых образцах дел. Ну, затем вот эти вот результаты публикуются, результаты публикуются. Если вы, так сказать, подойти поближе и посмотреть, какой материал используется для приведения радиоглилоза по анализу, ну, это гуминовые кислоты, для, так сказать, которые выделяются из черноземных слоев, конечно же, кусочки органики, если такие таковые попадаются в тех или иных почерных отложениях или почерных горизонтах. Важное значение, важное значение имеет работа на вместе, совместная работа археологов и фрагментоведов, прежде всего для вот этих датировок, проведения датировок, поэтому чаще всего, так сказать, вот наиболее точной датировке дается, поскольку радиоглилозный анализ, ну, конечно, имеет большую такую ошибку, которая может там составлять там несколько сот лет, вот, и для такого такого широкого временного спектра он подходит. Для более цветонких и то, что, скажем, там, за последующие тысячелетия, чтобы как-то ориентироваться в материале, то есть здесь необходима, конечно, прежде всего, работа с так называемыми датурными слоями, а значит, на археологическом памятнике, а значит, совместная работа археологов и природоведоведов. Ну, потому что, так сказать, и эти датировки являются более точными, особенно если говорить о времени последнего потащения лица. Вот здесь вы можете увидеть карту Кулевого поля по территории исследования, вот серыми такими пятнами, серыми пятнами показаны, это так называемые ключевые участки комплексных исследований, но это в основном наиболее изученные гнезда древнерусских памятников от холесового материала. Там же располагаются так называемые опорные разрезы, вот для которых делаются радиогулировные патировки. И опорные разрезы, это не просто изучение почвы, это чаще всего пойменные отложения, которые ухранят достаточно мощную историю, начиная еще даже до временного Ледниковья и первых, так сказать, временных отрезков после Ледниковых. Ну и, конечно, лучше всего сохраняются и спор, и пыльца, и семена, лучше всего это сохраняется в болотах. Ну, так сказать, наша территория нельзя назвать сильно заболоченной, тем не менее, так сказать, у нас есть болотные комплексы, на которых там и Большеверезовское болото, и болото под Косимово, отходы, собственно говоря, получены, собраны материалы, получены интересные, так сказать, интересные даты, интересная информация для размышлений. Ну, вот тут показаны археологические раскопки, так сказать, памятники, ранние негустья, которые, как и там, и Николаевич, но он ежегодно, на протяжении многих, многих болотников. Ну и вот, собрав этот материал, собственно говоря, исследователи начинают проводить, делать свои теоретические выводы, анализировать этот материал, обобщать и анализироваться. Ну вот, составляются так называемые споропольцевые таблицы, споропольцевые таблицы. Вы видите, здесь, снизу вверх, показаны глубины, с которых собран материал споропольцевые, фиталитов и так далее. И, собственно говоря, на них мы с вами можем, вот, линии, красные линии я очертила, это приблизительно расположение 1380 года, да, то есть 12-14 века. Ну вот, вот так вот, тоже красными линиями, я не знаю, насколько видно или хорошо, но мы с вами можем следить о том, сказать, какие породы большой пик дают, например, слаковые растения, что свидетельствует о том, что во время Куликовской битвы здесь был лесостепной ландшафт с хорошим представительством широколистных пород в виде дуба, липы, ясеня, а также, собственно говоря, с обилием травяных растений. Делаются вот реконструкции, различные реконструкции климата, но здесь вот показаны графики, не буду на них останавливаться. Это графики вот у нас отклонения средней годовой температуры, годового количества осадков с средне-январских и средне-июнских температур от современной климатической нормы. Ну вот они разложены по разным векам. Ну вот делаются опять же различные схематические реконструкции климата. Если мы с вами знаем, вот за так называемое, если кому-то о чем-то говорит, а тут многим это говорит, о чем-то, есть такой период Голоцен, тот геологический период, в котором мы с вами живем. Он наступил с момента отступления, то есть приблизительно от 6 до 11, по-разному его дотируют от 6 до 11 тысяч лет назад, когда остался бы формироваться современный климат и современные лесостепные ландшафты. Вообще ландшафтная структура на нашем материке, но по крайней мере в европейской его части. За это время, тем не менее, климат, мы даже с вами замечаем, что он не постоянный, а уж тем более растянутый на много тысяч лет, конечно, были различные госфруктации. То более, так сказать, выступал перед более теплым, то более холодным. На него накладывались ритмы более влажные и более сухие. Если мы посмотрим на построенную такую схему, красной линией, вертикально показан период Куряковской перьбы, мы с вами можем увидеть, что это время, мы с вами увидим, что это был влажный период при смене от холодной стадии, от теплой стадии к холодной. Это было, и мы там дальше на схемах увидим, это был период максимального распространения лесов лесостепной зоны, в районе Куряковой поля. Ну вот здесь вот, так сказать, даются даже, так сказать, такие абсолютные показатели климата. Мы с вами можем увидеть, чем климат времени Куряковской битвы отличался от современной. Ну, на самом деле, знаете, в мире нашими человеческими категориями вроде бы не сильно отличаются, но мы с вами, ну, я вам могу сказать, что если среднегодовая температура, среднегодовая, да, обращаю ваше внимание на это, показать, среднегодовая температура меняется на 4 градуса, можно говорить о полной смене климатической обстановки. То есть это полное разрушение климата данной территории. Если это будет, например, в минус 4 пойдет эти, да, то начнется так называемый процесс саморазрастания ледниковых покров. Именно такие, так сказать, показатели, когда изучали, ну, так сказать, вот эти периоды, связанные с наступлением ледниковых эпох и межледниковых, именно вот этот показатель в 4 градуса, минус 4, приводил к саморазвитию ледниковых в Северном Ледовитом океане и наступление ледниковых периодах в северо-западной части Евразии. Ну, вот здесь вот вы можете увидеть тоже вот такие схемы, строятся изменения, вернее, ландшафтная реконструкция ландшафта, вот внизу отметка 6, это имеется в виду тысяч лет, вверх это убивая, это современный период, место расположения, мы с вами видим, это период вот такого цикличного смена в теплых стадиях, холодных, влажных, сухих, соответственно, по ареалам распространения серых лесных почв, серых лесных почв, были реконструированы, ну, как бы, исторические лесные массивы, там, где они располагались, их местоположение, их площадь, вот большая часть на место сложения, ну, как мы видим, да, балки все в основном за лесеные, на незначительных, хотя были участки, где леса выползали и на водоразделы, в частности, вот один из таких, где подписано «зеленая дубрава», да, один из таких мощных лесных массивов, вот, ну, соответственно, все остальное, это, где там, где серые лесные почвы, ой, там, где были черноземы, простите, это бы реконструировались ареалы степей, ареалы степей. Ну, карта, такая теоретическая, как бы, модель, отправной точкой была получена, и еще где-то приблизительно в 2000-м году, хотя первые опыты по восстановлению, именно, так сказать, возобновлению внешнего обрака ландшафта были заложены еще Владимиру Владимировичу Данилову где-то в году, скажем, в 98-м, вот, когда совершенно в музее-заповеднике не было никакой территории, первый свой опыт он проводил на Красном холме, пытаясь внедрить кобыль в сформированное логовое сообщество, вот, затем, по мере развития музея появлялись, в музее-заповеднике появлялись земельные участки, где мы, в районе места сражения, где мы, собственно говоря, и начали проводить эти эксперименты. Вот три у нас сейчас таких участков восстановления и степной, и лесной растительности на месте сражения, и есть на месте сражения. Ну, я быстренько их послушаю. Вот у нас карта есть землепользования. Вот такими синими, небольшими пятнами, это указаны места, где у нас проводятся эксперименты по восстановлению лесной и степной растительности. Черная граница, это вот эта вот основная водоразделка, у которой происходило сражение, наши мемориальные комплексы. Красным цветом показаны, красным цветом показаны, розовым цветом показаны, это наши хозяйственные угодья, хозяйственные угодья, и зеленым цветом это залежи. Ну, понятно, что эта вся территория когда-то была, принадлежала крупным колхозам, собхозам, СПК и так далее, вся она полностью возделывалась тем или иным способом, прежде всего, посева сельскохозяйственных культов, зерновых технических разных, ну, балки, неудобия, то, что называется, хозяйственные, они использовались основными сельскохозяйственными пастбищами. Ну, вот сейчас вот эти вот у нас два участка в районе в Ростянке и в районе Зеленой Дубровой, вот так они выглядели с высоты птичевого поля, вот этот участок у нас в Ростянке, где мы свои эксперименты проводим, это вот в районе Зеленой Дубровой, но, к сожалению, снимок уже достаточно устарел, поэтому там сейчас немножко по-другому уже и наши ковыльные участки видны, и посаженная Зеленая Дуброва, мы сейчас чуть позже тоже и увидим. Ну, основные методы, которые мы проводим в восстановлении исторического ларшавы. Ну, понятно, если мы состекнули ларшавку, восстанавливаем степи, восстанавливаем леса. Основная проблема в восстановлении степей, что нам приходится заново поднимать уже залежные участки, потому что, к сожалению, восстановление в залежах фактически невозможно, то есть это вот так называемая активная фаза восстановления, при которой мы распахиваем залеж, долго-упорно готовую почву под проведение восстановительных работ, ну, под различными методами и вариантами методов. Ну, вот, например, если касается говорить о степях, это мы восстанавливаем, проводим, используем различные методы на двух таких участках. Все-таки мы как-то пытаемся обогащать залежи, если видим, что эта залежа существовала достаточно давно, и она уже, так сказать, залужилась, и наблюдаются на ней хорошо выраженные процессы самовосстановления, естественно, трогать такую залежа мы не трогаем, мы как-то пытаемся придумать для нее режимы ее сохранения, улучшения, ну, вводя туда, подсаживая туда степные растения. И, так сказать, основная наша масса, все-таки, наша масса земель, вы видели, это залежи, которые, ну, так сказать, еще в ближайшие лет 30-40 не придут в более-менее такое залуженное состояние, поэтому нам приходится их, так сказать, поднимать заново и проводить там мероприятия по восстановлению. Ну, основные методы – это пересадка степных дерновин, это посадка травяных смесей и, так сказать, придуманный Владимир Ивановичем метод широколетных посев степных трав. Ну, восстановление лесов с лесами пока у нас проще, пока проще, поскольку мы, чтобы формировать и работать над восстановлением полноценного лесного сообщества, необходимо, чтобы этот лес подрос. Поэтому мы, начиная с 2000 года на небольших участках, на крупных площадях сажаем леса, тоже различными, там механизированным способом, ручным способом, сажаем саженцы и семена древесных пород, ну, и ждем, пока эти леса подрастут, они должны подрасти, сомкнуться между собой фронами, создать среду, пригодную для, собственно говоря, внедрения туда во других лесных видов растений, кустарниковых и травяных. Ну, быстренько, я вам покажу, посев травяные смеси. В чем особенность этого опыта? Этот опыт придумали ставропольцы, вот, улучшая свои пастбищные угодья. Они на участках, где наблюдается хорошее степное сообщество, то есть полноценное степное сообщество, происходит скашивание травосмесей. Ну, вот, механизированная способа. Они скашивают, затем эта травосмесь сушится, ну, там мы ее обогащаем еще семенами, собранными семенами степных растений и ковыляр. Ну, вот, здесь она уже просто собрана, вот в мешках, мы ее потом все собираем в мешках, перевозим на участки, где мы проводим восстановление, вот так вот она выглядит, эта травосмесь. Ну, вот здесь вот травосмесь из 30 видов степных трав, включая ковыль. Ну, здесь вот, опять же, можно сказать, нужно ручным способом мы, так сказать, молотим, чтобы удобнее было это раскидывать, травосмесь. Ну, и затем вот рабочие вручную идут и эту травосмесь раскидывают на подготовленную пашню. Ну, вот такая, с такой приблизительной концентрация, как здесь вот показано. Ну, вот здесь вот вы можете посмотреть небольшую форму фотографии, где показано, ну, как выглядит восстановленные таким способом степные лошадки, вот в районе Поросянки. Ну, неплохо, надо сказать, они выглядят, особенно при условии, что, кстати, каждую осень мы скашиваем и излишнюю биомассу с этих полей мы вывозим. Следующий способ пересадка степных дерновин, вот, ну, поскольку кобыль относится к дерновинным злаком, он образует достаточно мощное растение с такой мочковатой, хорошей корневой системой. Видите, значит, выкапываются дерновины, идея такая была, что кобыль, как главный идентификатор степи, он, когда будет сидеть на пашне или в логовом сообществе, он, кстати, кто берет себе, к нему притянутся и другие степные виды. Ну, так сказать, ну, не совсем это так, но вот кобыльная дерновина, подготовленная башня высаживается в шахматном порядке, чтобы легче было потом обрабатывать. Ну, вот результат этого опыта можете тоже здесь увидеть и смотреть, как выглядит. ну, если мы заметим, кстати, кобыль и залеж, они просто соседствуют рядом, к сожалению, говорит, опыт на все, ну, не оправдал наши надежды, с кобыльной дерновины существуют по словам, с залежным сообществом развивается этим своим темпом. Пересадка дерновины кобыля мы также использовали степное сообщество, то есть у нас таких участков не очень много, ну, то есть хорошая луговина, где уже достаточно много злаковых видов, разнотраги, мы туда подсаживаем кобыльные дерновины, ну, это уже выглядит лучше, но не так, как нам хотелось было. Не так, как нам хотелось. Ну, здесь тоже можно посмотреть. Вот. Ну, для, чтобы улучшить наши эксперименты по восстановлению, Владимир Иванович Данилов придумал такой метод, называемый сейчас широкоэнного посева. Ну, это прежде всего необходимо было для того, чтобы, потому что когда мы стали наблюдать, кобыльные, то есть у нас, проводя различные варианты, различные опыты по восстановлению, в кобылю очень трудно вот существовать уже в сформированном залежном и луговом сообществе, по одной простой причине. Он мало жизнеспособен на первых годах жизни. Когда он уже, собственно говоря, развивается в полноценное растение, способен скридовать семена, ну, выдавить его, он может конкурировать достаточно хорошо с любым из сорных или степных растений, или луговых растений. Поэтому, вот, так сказать, была такая идея, чтобы дать первые годы жизни, кобылью хорошо себя почувствовать. А чтобы ему хорошо себя почувствовать, его надо, его надо оградить от влияния других растений. Чтобы его оградить, его надо пропавлять. Пропавлять лучше всего в рядочках. Поэтому, собственно говоря, был такой метод изобретен, получен, вот, вот, идет распашник, пропавляют борозды, и в эти борозды, вот, вы видите, женщины, наши сотрудники сеют семена кобыля. Ну, вот, здесь вот, приблизительно, вот, они тут, виду, 50 сантиметров между этими бороздами. Затем на следующий год, это вот, как бы, первый год, на следующий год благополучно пропалывается этот кауле, как на грядке. Только так, у нас в каждой поле приблизительно по 5 гектар. То есть, пропалывам приходится иногда по 2, то и 3 раза в сезон. То есть, ну, это работа такая, достаточно трудолюбая. На следующий год, на следующий год, перезимовав, опять идет распашник, напахивает борозды, и в эти уже междуряди подзеваются семена других степных трав. Ну, и больше уже не трогаются, только косятся под осень. Ну, это, так сказать, вот, результат, конечно, более впечатляющий, но и впечатляющий от этого метода. Вы сейчас вот посмотрите, сможете его оценить. Он тут вот в разные годах показан, выглядит. Рядочки эти хорошо видны до сих пор, даже на тех участках, где уже больше десяти лет у нас существует этот шерепиолетный посев. Ну, так сказать, выглядит это уже хорошо и красиво, цветущий в начале июня, в середине июня. Был у нас такой еще использован для, был вариант этого опыта, без подсева разнотравия, без подсева разнотравия. Ну, выглядит уже не так впечатляюще, как то, что вы видели. Вот, конечно же сорное растительное забивает, здесь кобыльный, но на определенном этапе, когда он цветет, кобыль все равно выглядит прекрасно. Ну, здесь вот на этом слайде показано, что за всем нужен ручной уход, поэтому у нас существуют бригады, которые осуществляют эти работы, уже почти специалисты. Восстановление лесов, восстановление лесов. Ну, у нас есть два опыта в раненых растянках, у нас небольшой лесной массив, который вы там можете увидеть, посажен жалузьями. Жалузьями, вот, сейчас он, так сказать, подрастает и уже превращается в полноценное лесное сообщество. Ну, и вот зеленая дубрава была, с помощью богородицкого, сотрудников богородицкого лесхоза, у нас устанавливалась механизированным способом, были посажены рыбные саженцы дубов, ясени, кленов, рыбные так далее. Вот механизированные способы. Ну, вот, сейчас они подрастают, ждем пока сомкнутся, вон, в междурядье кроме, эти, наши посаженные деревья. Ну, у нас мы проводим экскурсию по месту сражения, поскольку наши участки расположены в центре места сражения, то мы вот для экскурсантов делаем такие таблички, где каждый опыт описан, что у нас сажалось. Результаты наших посетителей мы увидели сами. Ну, и на этом у меня все.